Всем привет! Меня зовут Роман и вы на канале Сварщик Горди. Наконец-то до меня дошел нужный фильтр, даже раньше, чем я это предполагал. Я-то думал, что он придет через недельку, а он буквально через 3-4 дня был уже у меня на руках. Но прикол в том, что как я предполагал будет происходить съемка? Я просто прикручиваю фильтром на камеру и снимаю себе удовольствие. Но нет! Оказывается, нужно было покопаться и в самих настройках камеры тоже. И я, как человек, который в этом ничего не понимающий, потратил на это более 2,5 часов. Но вроде как мне все же удалось добиться нужного мне результата. Поэтому, ребята, напишите в комментариях, как вам новые изменения. И, кстати, вы наглядно даже можете посмотреть, сколько я раз пытался настроить камеру. Раз в 30 я, наверное, это все дело переснимал. И как же я рад, что это у меня все-таки получилось. Ну и, как я и обещал, сегодня я вам покажу, как научиться во время сварки отличать шлак от металла. Поехали! Конечно же, основной проблемой всех начинающих сварщиков является непонимание того, что у вас происходит под маской во время сварки. Поэтому, чем быстрее вы поймете, как отличить шлак от металла, тем больше вероятность научиться в кратчайшие сроки выполнять хорошие качественные шлаки, вне зависимости от пространственного положения. И вы уже скорее забудете, что такое зашлакованность, подрезы, непровары, поскольку все это можно будет исправить еще в процессе самой сварки. Ну и как же все-таки различить металл от шлака? Давайте я вам сегодня попробую объяснить это на примере двух электродов с основным и рутилом покрытием. Поехали! На самом деле, начинающему сварщику при сварке электродами с рутиловым покрытием очень сложно будет сразу разглядеть сварочную ванну, поскольку шлак очень плотно ее окружает и, можно сказать, даже как будто ее обволакивает. Но если пристально приглядеться, то можно заметить, как шлак реагирует на движение электрода. Если мы посмотрим на эту сверху, то можем заметить небольшое ярко-оранжевое пятно раскаленного металла прямо под электродом – это и есть сварочная ванна и образующийся сразу за ней переливами кристаллизующийся шлак. И здесь, кстати, также отчетливо видно, как шлак реагирует на движение электрода. При сварке же электродами с основным покрытием сварочную ванну отчетливо видно с первых же секунд после розжига электрода, поскольку шлак формируется уже на порядочном расстоянии от нее и даже невооруженным взглядом видно, как капельки шлака – они более яркие, чем жидкий металл – перетекают от кончика электрода к краю сварочной ванны, где, собственно говоря, и соединяется воедино, образуя защитный слой. Ну и сверху это также отчетливо видно, что можно, в принципе, даже не комментировать. И так все должно быть понятно. И так все должно быть понятно. При сварке рутиловыми электродами в вертикальном положении шлак все также очень близко находится от сварочной ванны. Особенно это заметно при розжиге электрода. Но в последующем, когда металл прогреется, можно заметить, как шлак отойдет на значительное расстояние от нее. И видно будет даже, как он от кончика электрода по разные стороны от сварочной ванны начнет стекать вниз. На основных же электродах, как и в нижнем положении, шлак формируется на некотором расстоянии от сварочной ванны с самого розжига электрода. И с первых же секунд отчетливо видно, как капли жидкого шлака стекают по разные стороны от нее вниз. При сварке в горизонтальном положении рутиловыми электродами, после того, как разогрелся металл, становится отчетливо видно, как жидкий шлак, такого он неоднородного переливающего цвета, от кончика электрода переходит за границы сварочной ванны. И если вы заметили, он даже не пытается забежать вперед нее. При сварке же электродами с основным покрытием шлак может забежать вперед сварочной ванны. И делает она это, кстати, довольно-таки часто. Поэтому движением электрода необходимо его, так скажем, перекинуть через сварочную ванну к своим. Ну, а где тут сама сварочная ванна и шлак, я думаю, вы уже догадались. Как вы заметили, у рутиловых электродов сварочная ванна прям граничит со шлаком. Расстояние там буквально минимальное, но при правильном использовании этих электродов шлак всегда будет позади. А когда у вас металл еще и прогреется, то шлак немножко даже отойдет в сторону и не будет вам мешаться никоим образом в любом пространственном положении. Что касается электродов с основным покрытием, то там уже шлак с первых секунд отползает назад, поодаль от сварочной ванны и никоим образом нам не мешает. Хотя при сварке вертикальных, горизонтальных швов, заполнения разделки, бывает такое, что шлак образуется перед электродом, перед самой сварочной ванной и нам нехитрым движениям приходится его отгонять к своим назад. Но в принципе это не сложно, главное понимать, как это делается. Я надеюсь, что теперь уже всем более-менее стало понятно, чем отличается шлак от металла. Металл это у нас однородная жидкость более яркого цвета, а шлак это все, что там переливается. И поэтому, думаю, никого уже с этим проблем не возникнет. Ну и на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным. Если да, напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Заходите на мою страницу ВКонтакте. В общем, ребята, всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok